Всем привет, друзья! Сегодня у нас обзор чайника от Xiaomi, точнее будет и распаковка, обзор и так далее и тому подобное. Итак, давайте считать. Это Mi Electric Cattle, модель MGDSH01YM, 1,5 килограмма. Ну, тут все сделано в Китае и так далее, фирма Xiaomi. 1800 ватт, вес 1,1 килограмм. Ну что ж, давайте распаковывать. Значит, тут у нас... Значит, в чем особенность? То, что это чайник именно чайник Global. То есть, как вы знаете, есть китайский чайник, да, для китайского рынка там нужен переходник. Вот, скажем, у нас в DNS я видел чайник не Global, и он продавался там, ну, с китайской розетки. Здесь нет. Здесь... Давай, давай. Вот, значит, достаем. Распаковываем. Так, вот так вот, тут у нас мануал. Здесь у нас большая упаковочка. Вот, коробочка вот так выглядит, смотрите. И вот он, наш сам чайник. Смотрите, выглядит очень приятно. Ну, не выглядит, а точнее, очень приятен на ощупь. То есть, блин, вот вообще пластик. Просто матовый пластик, очень приятно для него докасаться. Вот здесь, я так понимаю, можно скачать даже какую-то, возможно, приложуху, хотя я не слышал, чтобы он работал. Кнопка просто идеально нажимается. Здесь он весь, значит, из нержавейки. И вот там дозатор. Ну, к сожалению, дозатор внутри. И написано, к сожалению, 1,5 литр макс. Вот, всего лишь 1,5 литра. Хотя, согласитесь, здесь можно, наверное, больше. Но это из безопасности, конечно, мы в России будем, естественно, набирать гораздо больше. Ну, вот смотрите, качество где-нибудь вы видели. Здесь двойная обводка. То есть, обычно 1, да, здесь двойная обводка. Electric kettle. И, короче, ощущение качества создает просто феноменально. Значит, здесь у нас шнур. Сейчас не буду смотреть картеи. Сейчас откручу, посмотрю. Ну, где-то, ну, 70 сантиметров, если так на взгляд. Где-то или полметра. Здесь у нас европейская вилочка. Здесь на вилочке вот такие вот... Вот такой пластик у нас. И качество вот резины очень вообще впечатляет. Ну, вот сам. Сейчас будем замерять, включим водичку и посмотрим, как он будет работать. А пока вообще ощущение просто ого-го. И смотрите, насколько модно выглядит вот этот вот железный нержавеющий носок. Ну, носик, точнее. Ну, что ж, давайте проверять на воде. Так, значит, уровень воды у нас 1,5 литра. Как видите, максимум. Мы закрываем. Все. И, собственно, сейчас раз, два, три. Включаем. Здесь загорается маленький светодиод. Может, он не видно. Сейчас я поверну. И мы сейчас замерим, за какое время он вскипятит нам воду. Ну, и посмотрим, насколько будет горячая внешняя оболочка. Вот так, а потом я остановлю. Итак, друзья, как вы только что видели, он вскипел примерно 4 минуты 25 секунд. И, соответственно, в чем особенность в том, что он был полностью, абсолютно полностью полный. И плюс еще покипел некоторое время. Значит, ну, из особенностей хотелось бы заметить то, что вот эта крышка очень плотно прилегает. Ну, и сам он, видите, абсолютно литой. То есть, чайник абсолютно. Вот. Там нет никаких отверстий, куда бы могла со временем, скажем, попасть вода и поломать чайник. Вот, как видите, здесь все хорошо с этим. Итак, я прикасаюсь к вскипевшему чайнику. И вот, как видите, трогаю. Вообще, я могу бесконечно долго держать руку. И особенность в том, что ни сверху, ни ниже у меня рука не обжигается. То есть, если кто-то, скажем, вот видите, верхняя крышка вообще холодная. Кто-нибудь прислонится боку вот так к вскипевшему чайнику, он не обожжется. Согласитесь, если бы он был полностью, как, знаете, из нержавеющей стали бы в чайнике, если к ним прислониться, у меня какие были, допустим, поларис, то можно очень хорошенько обжечься. Тут такого нету. Так что, вот так вот. То есть, тут можно даже не замерять температуру. Температуру даже, знаете, вот можно держать бесконечно, но она просто теплая. Вот, сам чайник просто теплый. Ну, и ручка вообще холодная. Так что, вот так вот все. Крышка плотно прилегает и все хорошо.